На первый взгляд, добыча нефти, ее переработка и поставка потребителю – это вполне понятный бизнес-процесс. Однако далеко не каждая компания управляет этим процессом эффективно. Добиться правильного результата можно только при хорошей сбалансированности всех его составляющих. Все зависит от того, как быстро компания умеет перенастраивать параметры этого процесса и использовать все имеющиеся ресурсы и технологические возможности, исходя из текущего экономического момента. Вертикально интегрированная нефтяная компания «Альянс» – это полный технологический цикл, включающий добычу, переработку и сбыт. Это эффективное управление всем процессом и взвешенная операционная политика, благодаря которой компания занимает лидирующие позиции в сегменте нефтяных компаний среднего размера. Запасы нефти «Альянса» составляют 638 миллионов баррелей. Текущий уровень добычи – около 50 тысяч баррелей в сутки. «Альянс» – публичная компания, которая руководствуется Шведским кодексом корпоративного управления. Она листингована на бирже «Насдак ОМХ Нордик» в Стокгольме. Капитализация «Альянса» – порядка 3 миллиардов долларов. Компания контролирует Хабаровский нефтеперерабатывающий завод и сети оптовой и розничной торговли нефтепродуктами в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономных областях и Республике Бурятия. Портфель добывающих активов «Альянса» диверсифицирован. Ненецкий автономный округ, Татарстан, Самарская и Томская области в России, Атераусская область в Казахстане. «Альянс» – динамично развивающаяся компания. В секторе нефтедобычи задача роста решается как за счет интенсификации работ в пределах лицензионных участков, так и за счет дополнительного приобретения добывающих активов, но только там, где это обеспечит синергию. Ближайшая цель – удвоить добычу, довести ее до уровня 90 тысяч баррелей в сутки и таким образом сбалансировать добычу и переработку, обеспечив возможности экспорта сырой нефти и надежную загрузку завода собственным сырьем. Условия добычи в регионах различаются. Например, в Томском регионе средняя глубина скважин составляет 2700 метров. В Тимано-Печорском регионе в условиях вечной мерзлоты нефть приходится добывать с еще большей глубины, но там же сосредоточены и самые большие запасы. В регионе Волга-Урал работы идут на месторождениях преимущественно в поздней стадии разработки. Дебет и скважин находятся в широком диапазоне. Многие пласты содержат тяжелую высоковязкую нефть, однако накопленные специалистами компаний опыт и применяемые технологии обеспечивают эффективное извлечение нефти с различными физико-химическими свойствами. Так в Татарстане разработка степноозерского месторождения долгое время считалась экономически неэффективной. Месторождение обводнено, и три из шести нефтяносных пластов содержат высоковязкую нефть. С 2003 года Альянс начал применять здесь штанговые винтовые насосы, благодаря чему удалось добиться оптимальных режимов добычи на каждой скважине и повышения общей рентабельности работы. В 2007 году была запущена установка подготовки сверхвязкой нефти. Сегодня внедряется технология раздельной разработки, позволяющей добывать нефть одновременно с двух горизонтов. А система раздельного учета добытой нефти, которую Альянс первым в России ввел в строй здесь, на Степноозерском, позволяет пользоваться налоговой льготой. Для высоковязкой нефти установлена бессрочно льготная ставка НДБИ, и под нее сегодня попадает 70% добываемого на месторождении сырья. До настоящего времени большая часть нефтедобычи Альянса приходилась именно на этот регион. В последние годы государство уделяет все более пристальное внимание вопросам нефтедобычи и готово стимулировать как продолжение работ на зрелых месторождениях, таких как в Татарстане, так и освоение сложных запасов в новых регионах. Это обеспечивает компании дополнительные преимущества, позволяет увеличивать добычу более высокими темпами. Сегодня Альянс сфокусирует усилия по ускоренному наращиванию добычи в Тимана-Печоре. Главным объектом масштабных инвестиций стало Колвинское месторождение. Согласно бизнес-плану, уже в 2011 году Тимана-Печора обеспечит существенный прирост базовой добычи компаний. Таким образом, Колба внесет основной вклад в решение задачи удвоения объемов добычи. Нефть, добываемая предприятиями Альянса в различных регионах, сдается в систему магистральных нефтепроводов Транснефти. Логистическая схема Альянса включает в частности поставки по замещению, когда компания сдает свою нефть в одном пункте и получает соответствующий объем в другом. Для оптимизации расходов на железнодорожную доставку нефтяного сырья на свой завод компания создала транспортное подразделение, которое располагает собственным парком вагонов цистерн, а также арендует их в необходимое количество. Эти цистерны используются и для транспортировки нефтепродуктов потребителям. В перспективе Хабаровский НПЗ будет подключен к магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан», первая очередь которого уже достигла железнодорожной станции «Сковородино». Вторая очередь пройдет недалеко от Хабаровска. На завод протянется ветка, которая позволит полностью загрузить завод и минимизировать транспортные расходы. Хабаровский НПЗ – центральное звено интегрированной компании. Его доля в поставках на рынок Дальнего Востока России составляет порядка 38%. Он снабжает сеть нефтебаз и автозаправочных станций «Альянса», которая является самой крупной в регионе. Бренд «Альянс» – самоузнаваемый в регионе. Для жителей Дальнего Востока «Альянс» – своя компания, которая неизменно держит высокую планку качества товаров и сервиса. Качество гарантировано Хабаровским НПЗ и контролируется по всей цепочке от завода до заправочного пистолета. Уже три года региональная служба «Альянса» по контролю качества использует мобильные лаборатории. Задача этой лаборатории – отслеживать качество топлива непосредственно перед заправкой в автомобиль. График работы мобильных лабораторий составлен с таким расчетом, чтобы максимально охватить все АЗС от центральных до расположенных в самых удаленных районах региона. Чтобы не растерять качество топлива по дороге к потребителю, в компании был создан собственный парк бензовозов. Совсем недавно он обновлен машинами лучших марок. Узлами системы контроля являются нефтебазы. В настоящее время они находятся в процессе реконструкции. В Хабаровске и Владивостоке вводятся в строй новые хранилища, возводимые по самым современным стандартам. В конструкции этих хранилищ используется принцип «стакан в стакане», что значительно повышает безопасность и экологичность хранения нефтепродуктов. Все более дружелюбны к окружающей среде как нефтепродукты, выпускаемые в Хабаровске, так и сам расположенный на берегу Амура завод, и все звенья с бытовой сети компаний. Собственные нефтебазы, сеть автозаправочных станций и собственные морские терминалы обеспечивают Альянсу возможность работать в оптовом и розничном в секторах рынка нефтепродуктов, оказывать услуги по их перевалке и хранению, а также развивать бункеровочный бизнес во Владивостоке, на Сахалине и Камчатке. Среди постоянных потребителей продукции и услуг Альянса предприятия энергетики и агрофрома, флот, аэропорты, государственные учреждения и владельцы частного автотранспорта. Компания поставляет горюче-смазочные материалы в рамках северного завоза и для Росрезерва. Кроме того, продукция Хабаровского НПЗ экспортируется в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Близ лежащий северо-восточный регион Китая потребитель крупных объемов нефтепродуктов Хабаровского НПЗ. Короткое плечо от завода до рынков сбыта, а также развитая собственная сбытовая сеть, способная удовлетворить запросы различных категорий потребителей, являются сильными сторонами компании, которые обеспечивают Альянсу позицию лидера рынка нефтепродуктов Дальнего Востока России. Высокий спрос и рентабельность сектора переработки и сбыта обеспечены масштабной реконструкцией Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Завод вошел в структуру компании 10 лет назад, и все эти годы осуществлялась поэтапная модернизация производства, в рамках которой решались вопросы повышения эффективности и глубины переработки сырья, сокращения производственных потерь и улучшения условий труда. На первом этапе работ была реконструирована установка каталитического реформинга и построен блок изомеризации. Благодаря этому Хабаровский НПЗ первым на Дальнем Востоке освоил производство бензина АИ-98. На втором этапе реконструкции мощность установки реформинга была доведена до 350 тысяч тонн в год. Реформат с октановым числом 98 является базой для производства всей линейки товарных бензинов, что обеспечивает их качество. Потребители ценят продукцию завода, особенно бензин марки Гринека, который обладает улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками и по основным параметрам соответствует стандарту Евро-4. Рецептуру Гринека разработали совместными усилиями специалисты нефтяной компании «Альянс», «Шелл» и «БАЗ». Гринека снижает расход топлива, восстанавливает паспортную мощность двигателя, уменьшает вероятность его отказа и увеличивает срок службы. Специально для суровых условий Дальневосточного региона разработан зимний вариант бензина Гринека, который обеспечивает быстрый холодный запуск двигателя. Довести до полного соответствия стандарту Евро-4 весь объем выпускаемых бензинов и гистоплива, а также освоить выпуск авиационного топлива «Джет-А1» позволит новый комплекс гидропроцессов. Этот комплекс является основным объектом второго этапа реконструкции. Его строительство под ключ ведет международная инжиниринговая компания «Техника Сриунидос». Финансируются работы как за счет собственных средств компании, так и за счет долгосрочного кредита по линии государственной корпорации Внешэкономбанк под страховое обеспечение Испанского государственного агентства. Комплекс гидропроцессов включает установку гидрокрекинга вакуумного газойля, установку гидроочистки авиационного керосина и дизельного топлива, а также установки по производству водорода и получение гранулированной серы. В этих установках используются самые передовые технологии ведущих мировых производителей нефтеперерабатывающего оборудования. Завершить второй этап реконструкции планируется в 2012 году. Суммарные инвестиции превысят миллиард долларов. В результате на территории предприятия будет построен фактически новый завод. При этом значительно увеличится выпуск светлых нефтепродуктов, а их качество будет доведено до стандартов Евро-4, а затем и Евро-5, в полном соответствии с требованиями действующих и перспективных регламентов. Предприятие сможет более гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Сегодня наиболее востребованы автобензин, керосин, зимнее дистопливо и судовое маловязкое топливо. После ввода комплекса гидропроцессов объем премиальной продукции существенно увеличится. В ее перечень пополнят такие продукты, как дистопливо Евро-4 и реактивное топливо Джет-А1. К число экспортных продуктов добавится также вакуумный газой. Увеличение объема переработки, повышение качества и расширение ассортимента продуктов Хабаровского НПЗ – это вклад компании в социально-экономическое развитие российского Дальнего Востока, региона, имеющего для страны стратегическое значение. Сегодня Альянс – это компания с динамично растущей нефтедобычей. Хабаровский завод компании выдвигается в число передовых в отрасли. Сбытовая сеть компании сохраняет ведущие позиции на Дальнем Востоке и распространяется на новые рынки. Сбалансированность компании позволяет вести гибкую операционную политику. Дает свободу в распределении потоков добываемой нефти между продажей и переработкой в зависимости от ситуации на рынке. Практика продаж нефти либо по спот-цене, либо по месячным контрактам позволяет в период нестабильных цен быстро реагировать на ситуацию. Вертикальная интегрированность гибкость в принятии решений повышение рентабельности формула, последовательное применение которой обеспечивает нефтяной компании Альянс лидерство в своем классе компаний. Сегодня Альянс крупнейшая нефтяная компания из листингованных на стокгольмской площадке NASDAQ OMX Nordic. В составе акционеров Альянса свыше 40 тысяч юридических и физических лиц. Контрольный пакет акций принадлежит российской группе Альянс. Стратегию развития определяет Совет директоров. Совет состоит из 7 директоров, в числе которых 5 независимых. Один из них представляет стратегического партнера РИПСОЛ. Группу Альянс представляют два члена Совета директоров. Компания постоянно находится в поле зрения аналитиков солидных инвестиционных компаний и банков. Уверенность в собственных силах, поддержка акционеров, сотрудничество с регионами, лояльность клиентов, взаимодействие с инвесторами и партнерами позволяют Альянсу смотреть в будущее с обоснованным оптимизмом. Субтитры создавал DimaTorzok